Всем доброе утро. Я тут немного разбираюсь. Гопталлинт смотрю по телеку. Один русский там был. Не знаю, есть ли в других странах эта передача. Ну да, вроде собираются все талантливые люди. Ну талантливые, они так думают талантливые. Вот, и там их выбирают. И русский один пришёл, типа он посмешить хотел. И никто над ним не посмеялся. Ой, такой смешной. По мне смешной. В общем, сейчас буду убирать вот эти цветы, потому что они уже своё отстояли. И их надо выбрасывать. Потому что они многолетние, я знаю, но потом с ними мороки, они вот это всё отваливаются, листы. Эти красные штуки. Цветы. Вот. Чё тебе надо? Вот всё ему надо. Вы посмотрите, а? Вот всё надо. В общем, легче выбросить и потом новое купить. По мне. Так это. Вот. Поставила стирать машинку. Хотя по воскресеньям не люблю стирать. Но, с другой стороны, это же не я стираю, правильно? А машинка. Вот. И сейчас что-то надо думать. Кстати, у нас на улице уже теплее, чем дом. Поэтому можно открыть балкон. Пахнет дымом. Лучок растёт. Совсем большой стал. И этот вроде бы как и не помирает, и не растёт. Вот стоит на балконе. Может, очухается. Фиг его знает. Вообще, с цветами какая-то... Вот этот зато растёт. Смотрите, сколько скоро зацветёт. Вот. Не знаю. Что он мне делает? Не знаю. Не могу найти свой цветок, который мог бы расти. Хотя есть парочка. Вот те. Потому что я до них не дотягиваюсь и забываю их поливать. И они себе растут прекрасно. Так нужно делать со всеми цветами. Потому что вот этот тоже что-то не пойму. Видите, желтеют листья. Прочитала. Не хватает влаги. Поливаю. Видите, отваливается. Но главное, чтобы у них вот эти усики были. Себя чувствовали хорошо. Вот. Чувствуют себя усики хорошо, значит и цветок чувствует. Может быть, у него акклиматизация какая идёт. Или ещё что. Ещё туда не добраться. Проверить, как сухой, сырой. Какой он. Потому что там везде, вот видите, вот эти вот волосатые корни. В общем, да. Не знаю. Ничего не знаю. Фикус. Вот он у меня на улице, видимо, точно подмёрз. И вот тут тоже отвалились. В общем, да, 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 да. Ну ладно. Не про это. В общем, знаете, прикол в чём. Лежу, я сплю. В 9 часов где-то звонит муж и говорит, а мы никуда не поехали. Я говорю, в смысле? А мы, я, говорит, сестре звонила. Звонила. Она трубку не брала. Она, в общем, мы не поехали никуда с другом. Они поехали на Растрею, в Альмунекр. Может быть, и не в Альмунекр. В общем, на рынок поехали. Я говорю, ну нормально. А я тут планы сделала. Думаю, кайфовать буду. Одна. В гордом одиночестве. Мне это очень нравится. А он нет. Говорит, ты пойдёшь на пляж? Потом мне позвони, я вас заберу. Я говорю, ну всё понятно. Отдых, одиночество не удался. Ладно, сейчас быстренько пропылесосю. И пыль, наверное, протру. И пойду. И пойду на пляж. Ну, у меня совсем куку едет. Вчера на ночь. Ну, перед тем, как уснуть, я же всегда это. Думаю, что буду делать. Там времени у меня много. Засыпаю я плохо. Думаю, возьму пылесос и пропылесосю свою машину. Пылесос, вот такая деловая. Потом что-то я пропылесосила. Думаю, фильтр грязный какой-то. Я его помыла. Такая, сейчас уже оделась такая, говорю, пойду за пылесосом. Блин, я же фильтр помыла, он не сырый. Чем-чем-чем-чем. Чем-чем-чем. Да, бывает. Все, я уже оделась. Уже кое-как прибралась немножечко. Вот так вот. Надеюсь, все это будет расти, цвести и процветать. Ну, поживем увидим. Да. Кто мне там? Сейчас пойдем на улицу в инстаграме. Что-то шлют. Кто не подписан, ссылочка на инстаграм внизу. Кстати, вы поставили лайки? Подписались? Ну, ладно. Продолжайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень много народа на набережной. Поэтому мы идем вот по такой дороге. Они там. Там очень много детей. Они могут накинуться на Чарли. Не Чарли на них, а они на Чарли. Чарли испугается, начнет гаффики. В общем, испугаются все. Но виноватым останется, естественно, Чарли и я. Поэтому, чтобы все это избежать, идем вот здесь. Кстати, от дома до пляжа у меня заняло 6500 шагов. Ну, это около 5 километров, наверное, да? 4,5-5 километров. Ну, это прямо от моего дома. Скажем так, от дверей. Я надела вот эти, скажем так, кроссовки. И в них очень удобно ходить. Прям даже не ожидала. Я-то с них все бегала-прыгала. А это ходить. Потому что под мой наряд сегодня такая девушка в красном. Вы так прекрасны. И подходят только эти кроссовки. Вот. Погода супер-супер-супер-пупер замечательная. Я говорила, еще в 10 утра было уже 21 градус на улице. Хотя в Инстаграм фотку выставила. Там показывается, что 17. Но нет, намного больше, чем 17. И ветра нет. Так обдувает легкий прохладный ветерок. Но тепло. И хорошо. Я вот надела вот в эту. Она легкая вообще и жилетка. Жилетка так, для вида. В общем, классно. Кстати, иду сейчас, думаю, блин, а что делать-то? В общем, я-то приготовила себе еду. Думаю, что я буду одна. На мужа-то я не рассчитывала. А он такой, я не уйд. Я, кстати, сюда шла, его видела на машине. Он типа, поехали. Я говорю, здрасте. Я только вышла гулять, ходить, а ты поехали. Может быть, у нас одна сестра, оказывается, уехала опять на Канарские острова. У нее там дочка живет. Что-то там в квартиру, что ли, покупать или еще что-то. Одна осталась. Вторая, наверное, их три, сестры у моего мужа. Одна, наверное, все-таки уехала на эту экскурсию. И вот одна остается дома. Я сейчас мужу скажу, звони ей. Поедем пивка попьем. Она нас угощает всегда. Ну, не в этом дело. Потратим 25 евро, которые муж отложил на экскурсию, на пиво. Вот. У меня такие планы. А там посмотрим, что будет. Потому что селедку без шубы. Муж не ест. Он вообще не любит ни селедку, ни красную свеклу. Поэтому. И вообще он майонезные салаты не любит. Консервативные люди. Вот привыкли они есть. Или не привыкли есть майонезные салаты. И все, они их не едят. В Испании очень мало. Точнее, вообще почти нет майонезных салатов. Кроме энцеладии русы. Это типа что-то нашего салата, но с тунцом. И другой есть еще. Коктейль де мориску. Там тоже вот с креветками. Ну вот типа того, что я покупаю постоянно. Помните, я вам показываю там с ананасами. Вот так вот. Там тоже сальсороса. Ну это кетчуп с майонезом. Вот. Все. Больше я у них не встречала. Хотя есть уже такие какие-нибудь закусочки в интернете. Все, что хочешь найти. Но они как-то не особо приживаются в испанской кухне. Это так вам к слову сказать. Поэтому. Видите, там дети едут на этих. На патинетах. Ну как их называют? Самокаты. Вот. На самокатах. Которые уже нифига не самокаты. А они вот эти вот электрические. Заряжать которые надо. Ну что это за самокат, который не самокат. К леду уже облагораживают пляж. Там пляж. Там у нас будет парковка. А здесь походу делают тротуар красивый. Здесь никто не ходит. Ну я же иностранка. Да еще и блогинка. У нас под меня уходит. У нас под меня уходит. Нам как-то надо на другую сторону. Ой. Ноги поломаешь из-за камней. Перейти. А мы вообще вон там можем пойти. В общем скоро здесь будет красиво. Там морюшко. Пока ничем не пахнет. Может быть если подойти ближе. И можно почувствовать запах моря. Который я обожаю. Люди из Коково. Тьма. Все бегают. Ходят. Занимаются спортом. Я не знала знаете. Раньше когда не так выходила на улицу. Когда не было вот этого виновника. Всех моих прогулок. Я даже не догадывалась. Что столько много людей. Которые занимаются спортом. Представляете. Оказывается очень много. Людей занимаются спортом. Это очень хорошо. Которые занимаются спортом. На пляже. Кто чем занимается. Вот она вяжет. Он загорает. Там на досках катаются. Не жизнью, а не малина. Этот бегает. Все вынюхивает. Вынюхивает. Как я и говорила. Мы приехали пить пиво с мужем, с сестой. Много пива. Я столько не выпью. Безалкогольное. В общем, вот там бомбарин. Сидим. Сейчас нам еще принесут что-нибудь. Смотрите, нам там, ну какой принесли. Смотрите. Паэлья. Всем приятного аппетита. Смотрите, как меняется погода. Прошло буквально пару часов. И все. Уже шторм надвигается. Ветер поднимается. Вот так вот. А я гуляла сегодня утром. Вообще не было никакого ветра. Жареная манка с рыбой. А тут яйца скуршированы. Такие ракеты на ману. Всем приятно. Кто куда станет, он рукой своей. В общем, вот так. Муж с сестрой поехали на дачу к родственникам в карты играть. А я пойду за пироженка куплю себе вкусняцкой. К чаю. У меня сестра, кстати, угостила денюжкой. Денюжкой угостила меня на пироженки. Они всегда меня угощают либо мороженое из Макдональдса, либо пироженкой. Ну, правда, увезли мою машину. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, что на пироженках. И пешкарусом пойду домой. Ну, тут относительно все близко. Минут 20 идти. Сейчас посмотрю. Там всегда народу столько много. Где пироженки? Дети все выходят с пакетами. Огромными. Ням-ням, смотрите, сколько всякой вкусняшки. Даже не знаю, что взять. Я прям, наверное, даже два возьму. Все открыто. Как я люблю, когда все открыто. Вообще прям кайфую. Когда свежий воздух вот так и идет. Несмотря что ветер, но он идет с той стороны. Поэтому нам как бы дома, ну, так вот колышется. Но ничего, нормально. Обожаю такую погоду, когда можно открыть все и не холодно. Или не жарко. В общем, лафа. Что я делаю? Я сняла уже белье. Вот, его нужно разложить. И сейчас буду себе заваривать чай с пироженками. Сейчас вам пироженки покажу, какие купила вкусняшки. Блин, они там всех, наверное, вкусняшки. Очередь, конечно, там не видели какая? Сколько стояло людей. Как раз время для кофе. И люди даже просто брали. Вот это, это просто вот там не кофейня, ничего. Пирожные продаются. И просто брали и ели как. Так, летом, конечно, больше все по мороженому убиваются. А зимой пироженки, смотрите. Это сказали тирамису в таком формате. А ну, а это классика жанра. Я всегда его беру на тот случай, если мне не понравится остальное. Потому что это чизкейк. Так, тарта де кесу с малиной. Чизкейк малин и с малиной наверху. Очень вкусные. Вот это вот прям вообще, это уже, это говорю, беспроигрышный вариант. А вот это не знаю, тирамису. Ну, должно быть с морскарпоне же, да? Сейчас попробуем, что я гадаю. Выглядит, конечно. Я вот хочу именно крем. Блин, ну крем сливки. Я думала, крем маскарпоне будет. А это обычные сливки. Ну, почему, почему они сливки везде пихают? Везде, везде. В каждой пирожене они впихают сливки. Вкусно. Но сверху, да, что-то напоминает маскарпоне. Вот это. Вот это. Что-то напоминает. Ну, вкусно. Ну, я не очень люблю сливки взбитые. Представляете? Так что я не все, я сладкоежка, но я не все подряд ем. Сливки я взбитые не очень люблю. Точнее, их вообще не люблю. Всем приятного аппетита. Вопрос с едой на завтра мужу сам собой отставился, отложился. Почему? Потому что привез с собой от родственников еду. Какую-то пучеру. Суп какой-то. А у меня селедка под шубой, которую я сегодня не поела. Но вы не думайте, я ее попробовала. Очень вкусная. Какой шубой? Без шубы. Очень вкусная. Так что завтра я ее умну. И сделаю себе суп-пюре из кабачка. Вот. Завтра у нас понедельник. Будем отдыхать. Но мне нужно сходить туда, в сторону Лидола. За своими вкусняшками. То есть за сухофруктами. Что ты так возмущаешься? Холодильник. Что-то не нравится ему. Ну, а пока. Буду с вами прощаться до завтра. Увидимся с вами завтра. Что мы будем делать? Подписывайтесь. Не забывайте. И вы будете в курсе событий. Так всего самого лучшего. Всем пока. До завтра.